Единый госэкзамен – это проверка знаний ученика, которые он получил за 11 лет в школе. Данная форма итоговых испытаний действует в России. В рамках гармонизации ЕГЭ ввели и в Приднестровье. Сейчас депутаты Верховного Совета выступают за его отмену. Исключить единый государственный экзамен из норм, касающихся приема в организации высшего профессионального образования, заменив его общим понятием – вступительные испытания. В речь идет о ЕГЭ. Чистное в виде о ЕГЭ. И каждый из депутатов, сидящих здесь, и вы, наверное, знаете, что каждый год эта ЕГЭ превращается в кошмар для детей, учеников, наших учителей, родителей, в ужас, в издевательство. В России не собираются отказываться от ЕГЭ, говорят в Минпросе. Всем известно, что приднестровское образование работает по российским стандартам. По словам Светланы Фадеевой, в год по специальным квотам российские вузы поступают более 250 приднестровских выпускников. Депутаты свою позицию обосновывают тем, что результаты нашего ЕГЭ не признаются. Я пробегал с этими аттестациями и нострификациями года. Я иду вот сейчас в Молдове по правительству, со мной здороваются, думают, что я там работаю. Я набегался вот так. Никто никуда нас не признает с нашими бумагами. Никто. Расстраивают такие высказывания депутатов о том, что наши документы нигде не признаются, наше образование не признается. Мне очень жаль, я очень горжусь тем, что действительно у нас хорошее качество образования. Наши ребята показывают очень хорошие результаты на любых международных конкурсах, олимпиадах, конференциях. И в Министерство просвещения постоянно приходят запросы. Не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья. Чтобы мы подтвердили, что действительно такой-то и такой-то диплом или такой-то и такой-то аттестат. Практически во всех постсоветских странах проводятся экзамены в виде тестов. Важно отметить, что результаты тестирования, которые каждый год проходят в ПГУ, признаются в Российской Федерации. Сейчас преднестровский выпускник может выбрать, сдавать ему выпускной экзамен в форме ЕГЭ или государственный выпускной экзамен. Если сегодняшняя ситуация позволяет ребенку, сдав единожды выпускной экзамен по родному языку, либо по математике, с результатами этих экзаменов поступать в систему высшего профессионального образования, то в данной ситуации система проведения выпускных экзаменов не изменится. Изменится единственное то, что эти экзамены нужно будет повторно сдавать уже при поступлении в систему высшего профессионального образования. Это приведет, естественно, к дополнительным расходам и по времени педагогов, которые должны будут осуществлять дважды итоговую аттестацию. Кроме того, согласно законопроекту, появится право предоставить выпускникам возможность получения полноценного аттестата зрелости, даже при наличии двойки по кому-то предмету. Действующие сегодня правила, по мнению депутатов, перекрывают многим детям дорогу в жизнь. Значит, до 25 мая 2 – это отрицательная оценка, и означает, что ребенок не освоил программу данного уровня, допустим, 2 по математике. А после 25 мая, 26 мая на государственной итоговой аттестации оценка 2 является положительной. Это как? Вот я сейчас, как педагог-практик, себе слабо представляю, как я смогу это применить в жизни. Такой нормы нет в Российской Федерации, говорит Светлана Фадеева. Несмотря на это и отрицательное заключение Министерства просвещения, депутаты все-таки приняли законопроект в первом чтении. За него проголосовали 37 парламентариев. После внесения ряда изменений, они намерены продолжить обсуждение документа во втором чтении.